Кубок России – это первый серьезный турнир в этом году для прославленной курянки. Анна Гладилина постепенно готовилась к нему и набирала кондиции. Пять тренировок в неделю, три из которых по два раза в день. На соревнованиях девушка выступала не в своей, а в более конкурентной категории спортсменов с травмами грудного отдела позвоночника. Дело в том, что именно в России не набирается спортсменов моей категории девушек. Поэтому в России, что касается и Кубка, и чемпионатов, я выступаю в категории «Б» довольно часто. Это не новое, это просто так есть. На мировом уровне набираются спортсмены, а в России мне приходится доказывать свою принадлежность сборной путем выступления в более тяжелой для меня категории. Основными соперниками нашей землячки стали спортсменки из Новосибирска и Башкортостана. Поединки с ними выдались тяжелыми и близкими. Порой победители определяла разница в один точный укол. Наиболее успешно Анна проявила себя в боях на шпагах и заняла третье место. Я готовилась именно на дистанцию и на этих соперников. В принципе, это запланированный результат. К нему я и стремилась. Ошибки, конечно, есть, но в общем я довольна началом сезона. После турнира тренер Анны Юрий Толмачев провел разбор полетов и указал на недочеты в технике и тактике. Теперь он скорректирует дальнейшую подготовку к соревнованиям. Скорость движений, она заметно отстает от другой категории. Ну, к тому же и физподготовка у этих, да, гораздо серьезнее, чем у категории С. Даже если когда он выигрывает, я так думаю, что тренеру есть что сказать, какие-то ошибки были, и над ними нужно работать. Даже если это другая категория. Уже сейчас девушка начала готовиться к чемпионату России, который состоится в Москве. Также в планах у курянки в этом году покорение международных спортивных вершин. Станислав Костиков, Алексей Еременко, Телеканал СЕИМ